Смотрите, с одной стороны, лучше подавать как можно быстрее, потому что вам нужно подождать минимум 180 дней, чтобы получить разрешение на работу, иногда это чуть-чуть дольше. С другой стороны, как бы прям в первый месяц тоже рискованно подавать, желательно хотя бы чуть-чуть подождать, чтобы не выглядело так, что вы специально ехали и неправильно использовали гостевую визу. До конца 2014 года люди боялись подавать в первые, допустим, шесть месяцев действия гостевой визы. Почему? Потому что некоторых людей вызывали вне очереди в 2014 году и до 2014 года и могли вызвать через два месяца после подачи и через две недели ответ. Если вы еще не пробыли здесь шесть месяцев и у вас отказ, то происходило то, что у вас нет права на работу и нет права на апелляцию. Поэтому для того, чтобы вдруг отказали, апелляция произошла, нужно находиться вне статуса, момент решения собеседования. Сегодня те, кто хотят подать сразу, в принципе, ну пока все, пока все подготавливается, проходит около месяца в любом случае или хотя бы недели три. Поэтому, наверное, совет, чем раньше, тем лучше для того, чтобы быстрее были все права. Номер social security, водительские права, которые на год выдаются и продлеваются и так далее. Еще вопросик, догонку к этому. У меня сейчас два знакомых, они уже съездили на интервью и один уже ждет месяц ответа, а второй уже почти полгода. То есть у него было интервью, мы сказали приехать через две недели, за день до назначенного срока ему позвонили с иммигрейшн офиса и сказали не едь, мы тебе пришлем письмо. Вот он ждет этого письма уже полгода. То есть у него уже все было интервью, но ответа уже полгода нет. Это что-то новенькое. Это не новенькое, я сейчас расскажу. Значит, когда человек приходит на собеседование, перед началом собеседования выдается бумага, в которой написано, какого числа и в какое время прийти за ответом. Обычно это примерно через 14-15 дней, через две недели. Через две недели, вот когда положено получить ответ, есть несколько разных исходов, то есть разных вариантов, что может произойти. Один вариант, просто вам назначили время, вы пришли и вам выдали ответ. Другой вариант, вам позвонили по телефону и сказали не приходите, ответ не готов, мы вам пришлем его по почте. И это может затянуться иногда даже больше, чем на год. Но если это произошло, у человека есть право на работу, которое продлевается каждый год. Скорее всего, это тянут только за проверки, из-за проверки background. Имеется в виду, много однофамильцев бывает. Или у человека были какие-то нарушения, проверяют его в базе данных, на уголовные нарушения или связь какую-то с террористами и так далее. То есть это может просто быть много однофамильцев и проверять всех с этой фамилией. Но обычно это неплохо, потому что если хотят отказать, то чаще всего отказывают сразу, когда пришел через две недели. Поэтому я не говорю, что это хорошо, ну хорошо, но это не так плохо. То есть это может выйти, как бы может получиться положительный результат. Бывает такое, что человек пришел за ответом и ему говорят, что ответ не готов в тот день, когда он пришел. И мы вам ничего не дадим, никакую бумажку, просто ждите и все. И вы можете по пятницам утром приходить и спрашивать статус своего кейса на месте. Это может вечно. Но как бы тянутся, к сожалению, год и полтора и больше. И можно просто их подталкивать, там раз в пару месяцев приходить и спрашивать, давайте себе знать. Иногда про них забыли. Бывает такое, что дают recommended approval. Как бы дают бумагу, в которой написано, что мы вас рекомендовали, но мы еще вам ответ не можем дать окончательно, ждите. То же самое. То есть это не всегда четко через две недели да или нет. Бывают вот такие исключения. А что значит recommend approval? Ну вот есть как бы approval, есть recommend approval. Это у меня уже грин-карта будет? Нет, грин-карта через год после беженства. А вот это рекоменд approval? Рекоменд approval, это мы как бы хотим вам дать статус беженца, но мы еще не уверены, по каким-то причинам что-то еще перепроверяем. То есть это как бы чуть получше, чем вообще нет никакой бумажки, потому что у вас что-то есть. Но это практически то же самое, просто с бумажкой.